Во Флориде вечеринка празднования Хэллоуина закончилась стрельбой. Есть погибшие. Пропалестинские акции продолжаются. В Нью-Йорке активисты перекрыли Бруклинский мост и заблокировали работу центрального вокзала. Погромы в российском Дагестане напомнили властям США события 19 века. В Северной Каролине в крови детей нашли свинец. Банда нелегалов из Венесуэлы нападает на жителей Далласа, Чикаго и Майами. Налогоплательщики Нью-Йорка заплатили за обустройство иммигрантов без документов 5 миллиардов долларов. Звезда сериала «Друзья» актер Мэтью Перри найден мертвым в джакузи. Что же произошло? В Лос-Анджелесе сильный ветер привел к пыльным бурям и отключению электричества. В США назревает массовая забастовка фармацевтов. В ресторане на Аляске посетителям предлагают заплатить 100% чаевых. И как в Калифорнии три медведя пытались проникнуть частный дом? В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее, новостей много, как обычно в это время на YouTube-канале Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. Ну а мы начинаем. Итак, два человека погибли и еще 18 ранены в результате стрельбы на вечеринке по случаю Хэллоуина. Все произошло во Флориде, в городке Ибор-Сити. Когда глубокой ночью бары и клубы уже закрылись, многие решили продолжить вечеринку уже на улице. Между компаниями возник конфликт. Сначала перепалка, потом драка, ну а затем кто-то взялся за оружие. Полиция была рядом, но сразу задержать никого не удалось. Только спустя какое-то время один из преступников добровольно сдался. Еще как минимум один человек сейчас находится в розыске. Еще одна новость из Флориды, тоже печальная. Там на гоночной трассе произошла авария. В городе Дейтоном тренировки по гонкам устраивал клуб Ауди. И вот в аварию попали двое мужчин. Один из них получил тяжелейшие травмы и позже скончался в больнице. За жизнь второго сейчас борются врачи. В Северной Каролине в крови четырех детей нашли свинец. И выяснилось, что получили они его из фруктового пюре. Опасный компонент нашли в яблочном пюре с корицей компании Ванабана. Власти советуют всем, кто покупал это пюре, немедленно обратиться к педиатрам и сдать анализы. Свинец токсичен для человека, и воздействие этого вещества может привести к задержке развития у детей. Компания-производитель сейчас отзывает опасный продукт. Поэтому, если у вас дома есть такое пюре, выбрасывайте его мгновенно или отнесите обратно в магазин. 26 видов глазных капель могут представлять опасность. Об этом заявили чиновники Департамента здравоохранения. Это так называемые искусственные слезы. Эксперты рекомендуют хотя бы на время отказаться от их применения. Речь идет в том числе и о тех каплях для глаз, которые продаются под брендами CVS и Target. Напомню, за последний год в США зафиксированы множество случаев заражения инфекцией через глазные капли. Как минимум уже 4 человека погибли, а десятки ослепли. Полный список потенциально опасных капель мы оставим в описании под этим видео. В США родуют банды из Венесуэлы, а полицейские закрывают на это глаза. К такому выводу пришли журналисты Daily Mail. Они провели собственное расследование и выяснили, что венесуэльские гангстеры незаконно проникли в США. В основном они действуют в Далласе, Чикаго и Майами. В этих городах бандиты берут под свой контроль венесуэльскую диаспору. Вымогают деньги, угрожают, продают наркотики и устраивают драки. Журналисты утверждают, что преступники проникли в Америку по поддельным документам. Официально власти США пока никак не прокомментировали это расследование. Другим новостям в Америке назревает массовая забастовка фармацевтов. За последний месяц работники аптек уже выходили на протесты в отдельных городах. Недовольство условиями труда высказывают сотрудники крупнейших сетей, в том числе Волгринс и Севес. Но и теперь они готовы к национальной забастовке. У фармацевтов нет профсоюза, поэтому невозможно предсказать, сколько людей могут принять участие в стачке. Причем, что отличает протесты фармацевтов от всех остальных, это то, что они не просят повышения зарплат. Они требуют нанять больше людей, чтобы облегчить условия труда. Все это происходит на фоне того, что крупные аптечные сети массово закрывают свои розничные магазины. Но это означает, что оставшиеся точки продаж становятся еще более загруженными. Теперь Калифорния в Лос-Анджелесе. Сильный ветер привел к пыльным бурям и отключению электричества. В первую очередь это затронуло северную часть округа Лос-Анджелес. Но из-за ветра спасатели вели запрет на парковку в особо опасных местах, чтобы на случай чрезвычайных ситуаций там могли без проблем запарковаться спасательные машины. Но вот в некоторых районах Южной Калифорнии также пришлось отключить электричество, чтобы возможные обрывы проводов не привели к пожарам. Несмотря на меры предосторожности, два пожара все же вспыхнули, но их удалось быстро потушить. Синоптики также предупредили местных жителей о возможных пыльных бурях и ухудшении качества воздуха. Если вы нас смотрите в Лос-Анджелесе, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая сейчас у вас там ситуация. Спасибо, что смотрите нас. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и написать комментарий, откуда вы нас сегодня смотрите. Мы продолжаем. Пропалестинские протесты в крупнейших городах США стали уже ежедневными. Минувшие выходные огромная толпа активистов блокировала Бруклинский мост. Демонстранты вышли на проезжую часть и двинулись по дороге из Бруклина в Манхэттен. Не все очевидцы были довольны этой акцией. Известно как минимум об одном инциденте. Одна из женщин якобы ударила участника акции. Но вот это нападение сейчас расследует полиция. Ну а демонстранты тем временем прошли маршем до Юнион Сквер. Ну а самой массовой акцией последних дней стала демонстрация на центральном вокзале Нью-Йорка. По сути, активисты блокировали железнодорожный терминал. Сотни людей в час пик оккупировали основной зал. Пассажирам было очень непросто добраться до своих пунктов назначения поезда. Кто живет в Нью-Йорке и хотя бы раз пользовался этим вокзалом, знает, что и в мирное время выбраться из метро через вокзал к своему поезду не так-то просто. Можно только представить, сколько людей могли опоздать на свои поезда. Полиция сначала вообще-то мирно просила активистов разойтись, но затем все-таки начались задержания. В полиции оказались 300 человек. Все они получили повестки в суд, после чего активистов отпустили на свободу. Ну и новый антисемитский скандал в Корнельском университете в городе Итака, это штат Нью-Йорк. На студенческом форуме появились антисемитские сообщения, причем речь идет не просто об оскорблениях. Авторы призывают к убийствам и даже грозят принести на территорию кампуса оружие. Президент университета Марта Полок написала письмо студентам, в котором сообщила, что обратилась в ФБР по поводу этого инцидента. Это уже третий громкий скандал в этом университете, который входит в престижную Лигу Плюща. До этого на стенах кампуса появились антисемитские граффити, и один из профессоров назвал нападения Хамас на Израиль воодушевляющими и заражающими энергией. Это была цитата. И сегодня стало известно, что более 100 профессоров Колумбийского университета подписали письмо в защиту студентов, поддерживающих военные действия Хамас. Сотрудники Колумбийского университета требуют защитить учащихся, которые выступают в защиту Хамас. Но вот в то же время еврейские студенты в Нью-Йорке боятся, в принципе, посещать учебные заведения из-за провокации со стороны тех, кто поддерживает палестинцев. Но вот какая сейчас ситуация складывается в Купер-Юнион-Колледже, где на прошлой неделе в библиотеке еврейским студентам пришлось прятаться от участников пропалестинской акции под столами. К нам прямо сейчас присоединяется член городского совета Нью-Йорка Инна Верникова. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время. Я знаю, что вы следите за ситуацией с еврейскими студентами в этом учебном заведении. Вы даже там побывали. Вот какая сейчас информация, какая там ситуация? Да, то, что сейчас происходит в университетах, это совсем не новости, это не новые вещи. Это уже очень долго происходит в Америке, почти на каждом колледже в Америке. Много антисемитизма, много антиизраильской, антиамериканской как бы сентимент. И как раз я очень долго борусь с этим. И что случилось в Купер-Юнион, это школа в Манхэттене, очень хорошая школа, это результат всего этого, то, что происходило много лет. Там должна была быть пропалестинская, пропалестинский протест. Он должен был быть на улице. Где-то примерно 100 человек протестовали, кричали про палестинские вещи, кричали про газу, освободить газу, поддерживали Хамас. Как сейчас происходит везде. И что случилось потом, это то, что они, 20 человек, примерно 20 человек, зашли внутрь школы, перешли через security и начали громко кричать и стучать на двери. И еврейские студенты, которые были там в школе, они очень это испугались. И их закрыли в библиотеке. И вот они сидели закрыты в библиотеке, когда пропалестинцы стучали громко на дверь, у них были палки, они стучали на стекло. И эти студенты очень боялись. Я знаю, что полиция сказала, что не было никакой безопасности, было не опасно студентам. Но я в тот вечер говорила с 4 студентами, которые были внутри, и они сказали, что им было очень страшно. Полиции внутри не было. Они не знали, что им надо делать. Они не имели, куда выйти. И это очень страшная ситуация, потому что это сейчас происходит везде. И люди очень боятся. Да, спасибо огромное за подробности. Вы связь поддерживаете с этими студентами, которые тогда оказались в заложниках в этой ситуации. Сейчас они учатся, то есть они посещают заведения. Я хочу сказать, что на следующий день мы собрали пресс-конференцию прямо возле школы. Мы попросили, чтобы это президент, который был в школе, когда это всё происходило, и который убежал с охраной как бы с другого выхода, с другого экзита. Мы попросили, чтобы она ушла с этой позиции, потому что если она не может защищать своих студентов, эта работа не для неё. И мы нашли адвоката, мы будем судить, в школу. Адвокаты хотят представить криминальные обвинения против школы, и мы будем бороться с этим. Студенты в школу не пришли на следующий день. Я говорила с их родителями, и все как бы в страхе, в ужасе. Да, Инна, спасибо большое, что вы сегодня об этом говорите. Очень важно, что вы это говорите на нашем канале. Очень много подписчиков из Нью-Йорка, русскоязычных. Да, хочу сказать, что Инна в детстве эмигрировала в Америку, поэтому иногда трудно подбирает русские слова. Поэтому мы тут просто извиняемся. Но ещё у меня есть вопросы. Не каждый раз у нас в эфире появляется член городского совета. Смотрите, что касается... Хочу всем напомнить, что вы республиканка, что 7 ноября будут выборы вновь, и вы переизбираетесь в городской совет Нью-Йорка. Та катастрофическая, я не побоюсь этого слова, ситуация с иммиграционным кризисом в Нью-Йорке. Смотрите, я знаю, что вы поддерживаете снятие статуса города-убежища в Нью-Йорке, который позволяет на сегодняшний день властям и обязует их предоставлять жильё всем, кто попросит, кто является иммигрантом бездомным. Какая ситуация сейчас в суде с этим вопросом? Могут ли лишить Нью-Йорк этого статуса, города-убежища? Да, во-первых, я хочу сказать, что сейчас в нашем городе больше, чем 130 тысяч нелегальных иммигрантов, которые приехали сюда, 65 тысяч из этих 130, это те иммигранты, которые наш город сейчас обеспечивают бесплатно, даёт им миллион, даёт им медицину, даёт им бенефиты. и ситуация, конечно, нехорошая. Мэр города наконец-то пошёл в суд, город пошёл в суд и попросил судью, чтобы она отменила право для приюта для нелегальных иммигрантов. Суд уже происходил три раза, я была в суде все три раза, и последний договор как бы судей и города Нью-Йорка, и штата Нью-Йорка, это то, что судья послала их, называется arbitration, чтобы они как бы между собой решили, что делать. И сейчас, как раз пару дней назад, 10 дней назад, губернатор штата Кэти Хоккл согласилась, прислала письмо в суд, что она соглашается с мэром с тем, что нужно отменить право для бездомных, это право не для бездомных, и губернатор соглашается с мэром. Что тем людям, которые попадают с южной границы, чтобы им не предоставлять бесплатное жилье, да, имеется в виду? Да, и вот как раз сейчас в Флойд-Беннет-Филд, у нас есть такой National Park, Флойд-Беннет-Филд, это не в моем округе, но это недалеко. Но это в Бруклине. Как раз сейчас решили, мы протестовали, мы кричали, мы ходили в прессу, все равно наш президент Байрен, это федеральная property, Флойд-Беннет-Филд, наш президент дал разрешение на то, чтобы это был приют для бездомных, для мигрантов, и сейчас сюда будут вселяться две тысячи нелегальных мигрантов, они будут жить в палатках, им будут предоставлять еду и жилье, и медицину. Вы будете протестовать, да, против этого? Да, это будет. Да, времени не так много, я сейчас обращаюсь с тем, кто нас смотрит, обязательно, если у вас есть какие-то вопросы, если вы живете вот в Бруклине и хотите решить какую-то проблему, пишите нам на почту, либо здесь в комментариях, либо обращайтесь лично к члену Горсовета Нью-Йорка Инны Верниковой, в любом случае мы постараемся ответить и как-то отреагировать, но я имею в виду Инна Верникова точно это сможет сделать. Спасибо вам большое, лишь напомню, что 7 ноября будут переизбирать членов Горсовета в вашем округе. 7 ноября. Спасибо большое, что поучаствовали, надеюсь, что обязательно еще увидимся на этой неделе, потому что у меня еще есть вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы именно от вас. Спасибо вам большое. С удовольствием. Спасибо. Горсовета Нью-Йорка Инна Верникова была сегодня вместе с нами на YouTube-канале Бюро. Во Флориде губернатор Рон Десантис запретил допускать на кампусы студентов, которые выступают с пропалестинскими лозунгами. Это распоряжение касается учебных заведений, которые финансируются из бюджета Флориды. Десантис заявил, что студенты имеют право участвовать в демонстрациях, но поддержка Хамас будет расцениваться как поддержка терроризма. Напомню, Десантис, который также является одним из кандидатов президента США, с начала войны занял жесткую произраильскую позицию. Он заявил, что Соединенные Штаты не должны принимать беженцев из газы, поскольку они все антисемиты. Леденящая душу демонстрация ненависти, антисемитизма и фанатизма. Так, сегодня представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал события в российском аэропорту Махачкалы. Погромы в Дагестане, по словам Кирби, напомнили события 19 века. Кирби также отметил, что Кремль не стал выступать с осуждением антисемитских выступлений в Дагестане. Напомню, что в России в минувшие выходные прошли несколько антисемитских акций, которые переросли в беспорядки и погромы. Так, сотни людей выбежали на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Махачкалы. С криками «Мы ищем евреев», обезумевшая толпа направилась к самолету, который прилетел из Тель-Авива. Пассажиры рейса, к счастью, не пострадали, их вывезли из аэропорта. Однако более 20 человек получили различные ранения. Как сообщили полицейские Северокавказского федерального округа, им удалось задержать 83 человека, причастных к антисемитским беспорядкам в аэропорту Махачкалы. И вот что интересно, сегодня же появилась информация, что российские власти нашли в этих жутких беспорядках след Запада и Украины. Спасибо, что смотрите нас. Пожалуйста, оцените нашу работу лайком и напишите комментарий, как вам сегодняшний выпуск. На минувших выходных трагически погиб актер Мэтью Перри, известный по своей роли Чендлера в сериале «Друзья». Актера нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Калифорнии. Предварительно медики предположили, что он утонул, но точно причину смерти смогут назвать после вскрытия. Между тем, друзья Перри предполагают, что он мог выпить какое-то лекарство, после которого ему нельзя было ложиться в теплую воду, ну и поэтому ему стало плохо. 54-летний Перри не раз признавался в том, что имеет проблемы с алкоголем и наркотиками, но вот в последнее время говорил, что пытается избавиться от зависимости. В доме актера следов наркотиков полицейские, кстати, не нашли. Между тем, в Нью-Йорке поклонники Мэтью Перри собираются возле здания друзей. Это дом в районе Гринвич-Вилледж. В Манхэттене знают все фанаты сериала. Сейчас к столбу на углу улиц Гроуф и Бетфорд постоянно приносят цветы, свечи и записки в память о Перри и его герое Чендлере Бинге. Субтитры создавал DimaTorzok В Нью-Йорке без проведения торгов. Самый крупный подряд получила ассоциация отеля Нью-Йорка. Эта организация обязалась обеспечить иммигрантам проживание в отеле до 26-го года. И за это она получит из бюджета полтора миллиарда долларов. А вот еще интересные детали. На охрану таких гостиниц и приютов город потратил 140 миллионов долларов. На юридическую помощь иммигрантам 45 миллионов. На стирку 7 миллионов долларов. Повторю, за все это платим и еще будем платить как минимум 3 года мы с вами. Ну а также за счет бюджета будут покрываться расходы на еду, транспорт, переводчиков и еще много других услуг для иммигрантов. У меня лично возникает как минимум два вопроса. Почему контракты раздают без конкурсов? То есть нет даже попытки обсудить стоимость услуг? А во-вторых, сами иммигранты получат ли все эти услуги, которые под документом были оплачены из наших с вами карманов. Мы обязательно будем держать эту тему на контроле. Если вы иммигранты узнали о том, что на вас наживается мэрия или отеля или вы не получаете тех услуг, которые уже оплачены за вас, напишите нам на почту. Мы обязательно будем разбираться в этих случаях и постараемся даже задать вопросы в том числе мэру Эрику Адамсу. Американский хоккеист из Миннесоты Адам Джонсон получил смертельную травму во время игры в Великобритании. 29-летний хоккеист во время матча столкнулся с игроком другой команды и получил порез шеи. Врачи не смогли спасти Джонсона. Трагический случай произошел во время поединка Кубка Великобритании по хоккею. Матч в итоге прервали. Более 8 тысяч зрителей были вынуждены покинуть арену. Неприятная история произошла с губернатором Калифорнии, который находился в рабочей поездке в Китае. Там Гэвид Ньюсом посетил государственную школу в Пекине и решил показать, как он умеет играть в баскетбол. Однако губернатор споткнулся и сбил китайского ребенка. В итоге Ньюсом и школьник упали. Однако губернатор почти сразу же подскочил и обнял ребенка, спросив у него, все ли в порядке. Добавлю, что этот инцидент произошел во время недельной поездки Ньюсома в Китай, где губернатор Калифорнии встретился с китайским лидером Син Цзиньпинем. Губернатор Калифорнии обсудил с китайскими властями совместные усилия в борьбе с изменением климата, а также меры борьбы с наркотиками. Другим новостям суд постановил, что дочь экс-президента Дональда Трампа Иванка должна дать показания по делу о мошенничестве против своих братьев и отца в Нью-Йорке. Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила, что Дональд Трамп и его трое детей, в частности Иванка Трамп, которая была освобождена как ответчица по делу о бизнес-мошенничестве в начале этого года, дадут показания 6 ноября. Иванка Трамп ранее обжаловала повестку в суд для дачи показаний по этому делу, но судья все-таки решил, что она должна выступить в суде. Он сослался на тот факт, что Иванка Трамп все еще поддерживает связь с бизнесом и недвижимостью отца в Нью-Йорке. Тем временем сам Дональд Трамп в своей соцсети возмутился такому решению судьи. В городе Шарлотсвиль в штате Вирджиния переплавили бронзовую статую генерала конфедерации Роберта Ли. Теперь материал от статуи собираются использовать для новых произведений искусства. Напомню, что эта статуя известна тем, что вокруг ее демонтажа в 2017 году возник спор. Тогда сотни белых националистов вышли на митинг, протестуя против намерения убрать памятник генералу войск конфедерации. Тогда на улицах произошли столкновения, что даже привело к смерти одного человека и ранениям еще нескольких десятков людей. После долгих дискуссий в 2021 году статую снесли. Ну и вот на прошлой неделе статую переплавили. Теперь представители Центра культурного наследия ждут предложений, во что же теперь можно превратить расплавленную статую. Новое исследование, связанное с прививками от ковида для детей, провели в Стэнфордском университете Калифорнии. И вот результаты показали, что привитые и непривитые дети с ковидом одинаково могут заражать людей в течение трех дней после начала заболевания. Сейчас в нескольких штатах вакцинация от ковид обязательна для посещения школы. Среди них, например, Калифорния и Иллинойс. Теперь ученые думают, что обязательные прививки можно отменить. Тем более, ВОЗ пересмотрела свои рекомендации и теперь заявляет, что здоровым детям и подросткам не нужны прививки от ковид. Ну а вы что думаете по этому поводу? Ваши дети вакцинированы или вы посчитали, что сейчас в этом нет необходимости? Посетителю в ресторане на Аляске предложили дать стопроцентные чаевые за обслуживание. Харрисон Сноуден из Чикаго возмутился, когда из предложенных вариантов сколько дать чаевых за завтрак в Анкоридже на планшете ресторана появились варианты 20, 30, 50 и 100%. Турист был настолько шокирован, что дал всего 8% чаевых, меньше обычного. Кстати, в последние годы рестораны все чаще вместо обычного чека дают клиентам планшет с вариантами чаевых. Эксперты уже выяснили, так люди обычно оставляют на чай больше. Ну а вы сколько оставляете на чай в ресторане или кафе? Сейчас даже за кофе в некоторых заведениях предлагают оставить несколько долларов. Как вы относитесь к этому? Буду ждать ваших комментариев под этим видео. В Калифорнии три медведя пытались попасть в частный дом. Сначала они развлекались тем, что звонили в дверь дома и убегали. В это время медведи снимала камера наблюдения. На записи можно увидеть, как один из косолапых подходит к верному звонку, встает на задние лапы и начинает обнюхивать, царапать и облизывать камеру. Затем медведь звонит в дверь, ну и будто ждет, что ему кто-то откроет. Но так и не дождавшись ответа, он и два его приятеля в итоге сбежали с места происшествия. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях, откуда вы нас смотрите. Если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо под этим видео есть кнопка супер спасибо. Вы можете перевести нам небольшую сумму. Я благодарю всех, кто уже поддерживает нас. Спасибо за лайки, спасибо, что смотрите. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok